Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. Китай – самая древняя цивилизация на Земле. Интересно, кто придумал такую чушь? В прошлом ролике, посвященном древнейшей «истории Китая», я уже говорил о параллелях в истории Китая и Римской империи, а также об отсутствии в Китае каких-то древних астрономических исследований, хотя они и приписывались древним китайцам. Что же с другими великими изобретениями Поднебесной, которым причисляют шелк, порох и многое еще? Примечательная история, взятая из книги Валянского и Калюжного «Новая хронология земных цивилизаций». Монах Шварц изобрел порох. Дело было так. Он смешивал в ступке серу и селитру, совершенно не думая получить взрывчатое вещество. И случайно уронил в ступку тяжелый пестик. Смесь взорвалась. Пестик вылетел и пробил потолок. Разумеется, создатели первых пушек повторили все условия, и даже форма этих пушек была кувшинообразной, такой же, как и форма металлической ступки Шварца. Так было в Европе. В китайских хрониках времен нашествия монголов имеются описания китайских пушек, стрелявших при помощи изобретенного китайцами же пороха. Пушки эти имели кувшинообразную форму. Для пушки такая форма совершенно не нужна. Мы знаем, почему она была такой в Европе. Значит, и древний китайский изобретатель пороха, смешивая в ступке серу и селитру, совершенно не думая получить взрывчатое вещество, случайно уронил туда тяжелый пестик, смесь взорвалась и... ну и так далее. Очередной нонсенс образовался. Если Шварц случайно получил взрывчатую смесь, то китайцы, конечно, по уверениям самих китайцев, порох изобрели. Чувствуете разницу? Если порох китайцами был изобретен, то получается, что ими проводились исследования веществ, при смешивании которых произойдет очень быстрое их сгорание с выделением большого количества газов. Иными словами, они искали смесь веществ с заданными свойствами. Почему же тогда они так же, как и европейцы, судя по конструкции их пушек, этих свойств-то и не знали? Все просто. Древние китайские пушки, опять берем в кавычки слово «древние», были сделаны гораздо позже и по европейскому образцу, а о порох в Китае никогда никто и не изобретал. А что же с шелком, как с ним обстоят дела? Похоже, примерно, как и с порохом. Как гласят то ли летописи, то ли легенды, шелковичный червь был открыт императрицей Лин Чи, супругой китайского владыки Хуань Ти, в 2640 году до нашей эры. Именно она, якобы, всерьез заинтересовалась необычными шелковыми коконами гусениц, растущих у нее в саду. И первая начала разводить гусениц в домашних условиях. Императрицу провозгласили богиней шелка, а китайцы берегли свой секрет, как зеницу ока, аж до VI столетия нашей эры. То есть, 3200 лет. Потом пронырливые христианские монахи, добравшиеся до Китая, увезли несколько яиц в полых бамбуковых посохах и доставили их в Константинополь, императору Юстиниану. Богами шелка их, конечно, не провозгласили. Что обидно. И с 550 года нашей эры в Европе стали разводить шелковичных червей. Во всей этой истории, правдоподобна только вторая половина. То, что шествие шелка по Европе, началось с Византии, в христианские времена. Возможно, какие-то монахи украли яйца. Не зря у японцев есть схожая история. Только вместо монахов там выступает влюбленная в японского императора китайская принцесса, его невеста, которая, уезжая сочетаться браком с нареченным, спрятала яйца в высокую прическу. Быть может, обе эти истории очень близки к правде. Невероятно одно. То, что китайцы могли три тысячи лет держать в тайне какой-то производственный секрет. Мир не знает примеров, когда какая-то важная новинка не имеет значения, в какой области науки, техники или производства оставалась секретом для конкурентов в течение не то что тысяч, а хотя бы десятков лет. Кстати, японцы, не в пример честнее, они-то свою историю не опрокидывали в прошлое на многие тысячи лет. Вот и получается, из всего вышесказанного, что родиной шелка, скорее всего, и является Китай. Но вот дата изготовления первой ткани из волокна коконов тутового шелкопряда отнесена вглубь веков ну на три тысячи лет это точно. Что там у нас еще остается из китайской гениальности? Вроде бы еще таблицы логарифмов. Известный кораблестроитель, академик Крылов, еще в 30-е годы вспоминал скандальную историю с мнимым изобретением китайцами таблицы логарифмов, о чем поторопились возвестить миру иные горячие головы. Когда эти древнекитайские в кавычках таблицы вновь перевели с китайского, оказалось, что они целиком списаны с первого издания таблиц Джона Неппера, шотландского математика, как раз и выпустившего сей труд в 1614 году. Естественно, в Европе. Доказательство плагиата железное, поскольку в китайском тексте обнаружились все те же опечатки, что были в книге Неппера. Остается одно, но неоспоримое доказательство существования древней китайской империи, причем сохранившееся до наших дней. Это великая китайская стена. Да вот тут тоже не все так уж и хорошо. До наших-то дней она сохранилась. Только в 19 веке ее чуть ли не всем Китаем искали и не нашли. Вот номер. В 60-70-х годах 19-го столетия по северным областям Китая путешествовал архимандрит и глава русской православной миссии в Пекине Кафаров, живо интересовавшийся историей Китая и легендами о Великой Стене. Он старательно и долго ее ищет и не находит. Никакой Великой Стены нет. Кафарову оказывают содействия высокопоставленные чиновники. Он проделывает долгий-долгий путь. Стены нет. Возле крепости Шаньхань-Гуань Кафаров осматривает кирпичную стену, но она тянется на несколько сотен метров и ничуть не напоминает ту легендарную. А построена, кстати, веки в 15-м и постоянно подновлялась. На вершинах каменистых сопок древние кумирни. По склонам сопок земляные и недлинные валы. Кое-где на холмах остатки постаментов, где в старину разжигали огромные костры, сигнализируя вглубь страны о появлении неприятеля. А Великой Стены нет. Все о ней слышали, но никто не в силах показать хотя бы ее остатки. Кумирни, земляные валы, старые сторожевые башни, укрепленица. Вот и все. Правда, есть некое подобие Великой Китайской Стены, его все же удается обнаружить, около реки Ляохэ, старинный земляной вал, когда-то защищавший китайцев от набегов воинственных обитателей Приморья. А Великой Стены нет. Правда, существует так называемая Ивовая изгородь, как раз и построенная маньчжурскими императорами в веке в 17-м для защиты от вторжений из Приморья и Приамурья. Это высокий земляной вал, который протянулся на сотни километров. Укрепление межа и в самом деле надежно защищающее от конных и пеших набегов, подобно знаменитым Змиевым валам на Руси. В нем проделаны 20 проходов, у каждого стоит застава с охраной и караулами. На вершине вала были посажены сотни Ив, отсюда и название. Между прочим, возвести такое укрепление, пусть даже протянувшееся на сотни километров, в тысячу раз легче, нежели нашу Великую Стену, особенно при извечном китайском многолюдстве. Обратите внимание, на французских картах 18 века ясно видно, что восточный участок Стены, то есть его в изгороде, защищает в первую очередь от Кореи. Спрашивается, отчего же 160 лет назад не нашел и остатков каменной, кирпичной, протянувшейся на 4000 километров Великой Стены с ее многочисленными башнями, хотя искал старательно. Да потому, позвольте высказать наглую мысль, что ее и тогда еще не существовало, иначе любознательный монах непременно что-то бы да отыскал. Мне кажется, на тех картах, что в своей книге «Империя» приводит Носовский и Фоменко, на французской и голландской картах второй половины XVIII века, где в виде жирной черной линии изображена китайская стена, как раз и значится «Ивовая изгородь». Если допустить, что китайцы 2000 лет строили и чинили сооружение, не имевшее ни малейшего военного значения «Великую китайскую стену», следует признать, что целый народ страдал шизофренией в тяжелой форме. Слава Богу, ничего подобного в реальности не было. Китайцы, конечно же, не идиоты. Они строили земляные валы, порой довольно длинные, устраивали на вершинах сопок и гор каменные платформы для сигнальных костров. Все сходится. Нет никакого грандиозного цельного сооружения, могучего и поражающего воображения единого целого. Поэтому и не нашел Великую Стену старательный Кафаров. Есть подреставрированные или вообще новодел времен Мао участки возле столицы, которые принимают за всю стену, полагают, что вся она так и выглядит. А кроме них множество ветхих башен, полуразрушенных земляных валов, остатков кирпичных и каменных стен. Коль уж никакого грандиозного сооружения не существует. Быть может и Великая Древняя Цивилизация, особенно в том виде, каком преподносили нам в школе, якобы воздвигшая в седой древности Великую Стену, все же не более чем сказка. Есть о чем подумать, не правда ли? До свидания. Мир вашему дому. До встречи. Редактор субтитров